Уважаемые зрители, с опасным упорством западные СМИ в настоящее время работают над моральной конструкцией, которая должна оправдать войну против России. Вчера Гитлер и Гданск, сегодня Путин и Донецк. Highway to Hell, Путин потонет. Как долго мы позволим заходить Путину слишком далеко? Тайная интервенция Путина. Это те заголовки, которые сейчас преобладают в большинстве немецких газет. Слух о российской интервенции в Украине используется для того, чтобы постепенно призвать к оружию, уставшую от войн Европу. Ведь уже в школе мы все учили, что в прошлом были злые агрессоры, которым можно было противостоять только силой оружия. Зов нет войне в нашем воспитании всегда шел рука об руку с оговоркой. Если когда-нибудь встанет такой фюрер, как Гитлер, тогда нам нужно пожертвовать собой и сделать исключение. Этот час исключения теперь, кажется, пришел. Польские деятели призывают в газете Die Welt не делать по отношению к Путину тех же ошибок, какие были сделаны 25 лет тому назад по отношению к Гитлеру. Их понимание, западные государства слишком толерантно обошлись с Гитлером, когда свободный город Гданг до Второй мировой войны присоединился к немецкому рейху. Это дорого обошлось всему миру. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон также заявляет, нельзя быть по отношению к России таким взялым, как по отношению к Германии до Второй мировой войны. Девельт в статье под заголовком «НАТО должно дать Путину жесткий ответ» пишет, если Россия будет дальше так продолжать, то НАТО необходимо провозгласить расторжение Союза, то есть объявить войну. Но теперь к самому важному вопросу. Имеет ли место российская интервенция на Украине? ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая независимо наблюдает за боевыми действиями в Восточной Украине, опровергает это и говорит, нет никаких намеков на присутствие российских военных частей на украинской территории. Одновременно бывшие высокопоставленные сотрудники секретных служб США в открытом письме предупредили Ангелу Меркель, что доказательства якобы российской интервенции весьма сомнительны. И напоминают о ложных доказательствах в преддверии нападения на Ирак. И еще они указывают на то, что время для этого сообщения выбрано сознательно, так как в прошедшей неделе из-за хаотичной организации и очень плохого технического уровня украинская армия все больше попадала в положение обороняющейся. Для отступления нашли заранее подготовленную оговорку российской интервенции. Именно в это время НАТО опубликовало расплывчатые кадры и был отправлен репортер Нью-Йорк Таймс Митчелл Гордон, чтобы распространить сообщения «Русские идут». Между прочим, Митчелл Гордон был одним из самых ярких пропагандистов войны в Ираке. Дорогие зрители, до сегодняшнего дня мы можем наблюдать только интервенцию НАТО. НАТО неустанно продвигает свои позиции на восток и уже объявляет об организации готового к мониеносным действиям подразделения из 4000 спецбойцов, в котором должна будет участвовать и Германия. Сверх того, хотят перегислоцировать тысячу солдат НАТО, среди них 600 бойцов из США, на украинскую границу, чтобы якобы показать свою солидарность с Украиной. Все это говорит о том, что НАТО видит в зеркале себя. Все происходит с точностью наоборот. Пожалуйста, распространите эту передачу и помогите остановить разжигателей войны. Наши народы не должны позволить втянуть себя в новую европейскую войну. Всего доброго!